не доставала камеры из рюкзака очень давно так же как и не делала новое видео и очевидно несколько растеряла навык просто в какой-то момент честно признала в себе что журналистки блогинг с разными раздутыми полезностями не совсем моя история и в этом видео я хочу поделиться с тобой некоторыми мыслями которые пришли ко мне по прошествии нескольких месяцев за которые многие из нас пережили массу разных обстоятельств я не виноват мы выбрали эту тему в прошлый раз ты можешь сколько угодно планировать свою жизнь держаться за привычные комфортные вещи но если твой путь требует продолжения движения то все сломается и обесценится буквально за раз и бесполезно в этот момент сопротивляться будет только больнее главное просто продолжать двигаться настал момент который требует некоторых пояснений дело в том что в прошлом году живя в москве наконец-то стала достигать своих каких-то мечт целей организовалась жизнь стало очень понятно как все устроить у меня появились помощники мы пристроили наконец-то сына и у меня появилось время для того чтобы заниматься работой творчеством развиваться я залетела на режиссерский интенсив отучилась там попала потом на съемки короткого метра в качестве помощника режиссера помощника режиссера монтажа и казалось бы только вот она жизнь началась о которой я мечтала и наконец-то начали достигаться мои цели как только складываются обстоятельства и нам приходится поменять страну и мы сейчас находимся вместе в котором я никого не знаю мне было безумно грустно расставаться с любимыми проектами останавливать свою карьеру ведущие обзоров для youtube канала мне очень нравится то что я делаю я очень люблю свою работу но все-таки такие обстоятельства приходится все выстраивать заново я никого не знаю мне приходится заново выстраивать связи заново выстраивать жизненные процессы тем более что здесь немного другая организация жизни которая немного выбешивает вот есть какие-то маленькие нюансы о них я может быть как-нибудь расскажу но в целом немного адаптировавшись здесь и прожив какое-то время уже сейчас я начинаю относиться ко всему как к закреплению материала потому что в москве для того чтобы прийти к этой жизни мне потребовалось порядка пяти лет это очень много здесь у меня намного меньше времени и нужно делать все гораздо быстрее надеюсь я справлюсь в прошлом году случилось так что на два месяца была разлучена с мужем а потом еще на пару недель родственники увезли сына к бабушке это был бесценный опыт погружения в одиночество и в этот момент мне пришлось испытать просто невероятную палитру чувств пережить это самое одиночество во всех возможных ипостасях и в итоге понять что лучше так временно испытывать потерю чем ждать пока случится что-то непоправимое это тот самый опыт за который я безумно благодарна в этот момент мне удалось разобраться в себе насколько для меня важно семья насколько для меня приоритет на быть все вместе держаться всем рядом и проявлять любовь по отношению к друг другу и теперь я точно знаю что семья является для меня основой моего комфортного и спокойного и созидающего мира еще одна из странных вещей на которые я не сильно обращала внимание это привязанность к вещам которые нас окружают казалось вещи которые есть рядом всего лишь безделушки от них можно легко избавиться в любой момент однако распаковывая коробки которые прибыли спустя две недели после нашего приезда я ощутила наконец-то облегчение потому что каждая вещь каждая вешалка каждая игрушка в нашем доме каждая кастрюлька и тарелка так бережно собранная на протяжении достаточно длительного промежутка времени создает определенный комфорт эти вещи которые мы перевозим из дома в дом являются неким якорем для нас который формирует уют спокойствие и ощущение того что мы действительно дома разложив эти вещи развешив все по шкафам мы вдруг наконец-то из пустой квартиры которая была для нас всего лишь каким-то временным приютом или даже ночлежкой ощутили что мы наконец-то дома казалось бы это всего лишь вещи простые безделушки но они так ценные важны оказались для нас и для нашего маленького сына на самом деле место в котором мы сейчас находимся никогда не светилась на горизонте наших событий и мы не планировали сюда приезжать однако уже переехав мы вдруг обнаружили что нам попадаются в основном какие-то светлые позитивные открытые доброжелательные люди достаточно образованные и это приятно и пускай так и дальше продолжается я сейчас стараюсь как можно больше знакомиться с творческими людьми придумывать какие-то новые проекты организовывать развиваться в творческом ключе и дальше буду стараться делиться нашей новой жизнью здесь спасибо что ты провел этот день со мной это я на алексеева понаехавший влог увидимся в следующих видео пока пока